Вы смотрите отзыв об отеле Isrotal Sport Club. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Шизоманьяк, который был в нем в 2013 году. Начну сначала, летели с женой из Домодедово в Авду авиакомпании Vimavia, если честно, то при заказе тура в агентстве не придал значения перевозчику, но как оказалось, зря. Хотел зарегистрироваться на рейс онлайн, залез на сайт Vimavia и выяснил, что надо платить деньги, по 200 рублям за обычные места, 1200 у прохода и повышенной комфортности. Фиг с ним, заплачу, думаю, за 12 часов до вылета захожу на сайт. А там информация, что 16 часов 55 минут вылет перенесен на 20 часов ровно, опа. В общем зарегистрировался в итоге, распечатал посадочные и в аэропорт. Приехали погуляли в аэропорту, так как регистрацию задержали, в общем настроение поднялось лишь по прохождению паспортного контроля. На удивление очень быстро и без очередей, и от посещения магазинов беспошлиной торговли. В назначенные 20 часов ровно выход номер 21 не был открыт и толпа пассажиров в недоумении смотрела на пустую стойку. Подождав 15 минут набрал телефон Vimavia, пусто, нашел еще пару. По одному также молчание, по второму ответила барышня, на высказанное мною недоумение, она ответила. А, да, весь будет отправлен 20 часов 35 минут. Звонок был сделан в 20 часов 15 минут, персоналу в аэропорту сейчас передадим, чтобы предупредили и повесила трубку. В общем через 10 минут пришли две тетки с милиционером, всех загрузили в автобусы и повезли в самолет, взлетели быстро, кормили сносно. Состояние самолета нормальное, персонал доброжелательный. Потом я выяснил, что в авиакомпании Vimavia задержка рейсов постоянная практика, когда возвращались и самолет опять задержали на 2,5 часа. Извините за такое долгое вступление, но не мог не поделиться и не предостеречь. 4,5 часа и мы во где, военный аэродром переделанный в международный аэропорт. Благо дело мало рейсов, 2-3 в день, паспортный контроль прошли быстро, багаж получили еще быстрее и пошли на выход, там стояли такси, заказанные или просто ожидающие. И три новеньких автобуса с номерками, встречающие гид Денис, бывший наш соотечественник, указал необходимый автобус, загрузились и стали ждать остальных. Около часа езды по дороге, темень вокруг, прилетели в ста по местному времени, машин невстречных, непопутных. По правой стороне какой-то забор с колючей проволокой, как у наших зон. Потом выяснилось, что это граница с Египтом. Денис вежливо, быстро и доходчиво сделал водный инструктаж и рассказал о стране, ответил на интересующие вопросы. Дорога, даже после перелета, показалась совсем неутомительной. По приезду в Эйлат нас развезли по отелям и, разделив на мелкие группы, договорились о времени встречи в лобби-отеле. Заселились быстро, заполнили листок с данными, получили ключи и погнали в номер. Персонал отеля улыбчив и дружелюбен, стараются помочь, есть русскоговорящие бывшие наши соотечественники. В общем проблем нет. Приехали поздно и на ужин не успели. Оно может и ни к чему было, ночь на дворе, но в номере стояли два еще даже теплых ланчбокса. Приятно. Утром встали на завтрак рано, народу в отеле было мало, позавтракали было все, кроме жареного бекона и мяса вообще, кашерная кухня. Внутренний двор отеля небольшой, но ухоженный, два бассейна. Вода кажется не подогревается, но вполне комфортная, хлоркой не воняет. Масса шезлонгов и лежаков. Есть отдельный детский лягушатник. С 10 часов 30 минут начинает работать бар у бассейна, мороженое, лимонад, пиво. Также можно пойти и в лобби сделать себе кофе, стоит две кофемашины, у жены получалось гораздо лучше, чем у меня. Либо заварить два сорта кофе самым, также молоко и чай из пакетиков. Пошли оглядеться, пляж находится в пяти минутах ходьбы, отель класса Deluxe. В Израиле давно отменили звездность, находятся на второй линии, перешли через дорогу с односторонним движением. Обошли отель Royal Beach, это же сеть только класс Лаксе, и оказались на Приморском бульваре, пляж песок в перемешку с мелкой галькой, море чистое. Вообще береговая линия приспособленная для купания не очень уж и длинная. И лучшая зона, это у Royal Beach, кстати в отеле на ресепшене выписывают ваучер, по которому можно бесплатно занимать шезлонги, а всем остальным они платные, 15 шекелей, день, ходит парнишка, и собирает плату или ваучеры. Море чистое, температура была 21-22 градуса, вполне комфортно, не парное молоко конечно, местные в основном загорали. Обед с 13 часов ровно до 15 часов ровно, конечно не столь разнообразен, как например в Грекотел Корпо Империал, но вполне себе кормят вкусно, повара стараются на славу. На ужины были, рыба, печеная баранина, просто таяла во рту, индейка, говядина, куриные ножки в кисло-сладком соусе, готовил повар китаец, множество зелени и овощей, в общем кормежка достойная. Только не подают молочку в обед и ужин, и чая, кофе тоже нет, типа для них используется та же посуда, что и для молока, а это не кошерно, как-то так. Но опять же можно пойти в лобби и сделать самому кофе или чай, а с 16 часов ровно там же начинает работать бар. Можно помимо кофе, чая попросить алкоголки. Гости отеля с маленькими детьми могут попросить готовить отдельно для деток, шеф-повар с удовольствием распорядиться. В общем с питанием проблем нет. Отдельно хочу отметить десерты, я не любитель, но вот супруга оценила, сказав, что ни на Болине в Мексике вкуснее десертов не пробовала. Из посещаемых мест в Эйлате, в туристической зоне, бульвар вдоль набережной с магазинами и ресторанами, торговый центр чуть подальше, ледовый каток, находится недалеко за отелем, рядышком парк развлечений Кинг-Эс-Сити Эйлат. В жилой зоне ходили по магазинам, цены ниже, чем в супермаркетах туристической зоны, были на рынке, организуют по вторникам и четвергам. Эздили на обзорную экскурсию с заездом на фабрику Эйлатского камня, прокатиться стоит, чтобы понимать масштаб, фабрика же ни о чем. Эздили в Андерготер обзор в Аторе, супер, несколько тематических павильонов, аквариумы и бассейны под открытым небом, и конечно же сама обсерватория, смотровая площадка, кафешка и два подводных зала. Добраться можно на автобусе номер 15, билет 4,5 шекеля, остановка находится у стенки с водопадом отеля Royal Beach, вышел из отеля, прошелся до дороги и чуть справа, или же на такси что-то около 45-50 шекелей. Для простоты счета 1 доллар, 3,62 шекела, 1 шекель, примерно 8 рублей. Кстати о деньгах в принципе можно рассчитаться долларами и евро, в некоторых местах можно и в рублях. Но проще взять доллары и там их обменять на шекели, есть много обменных пунктов, курс везде одинаков, но могут взять комиссию, поэтому проще в специальных обменных автоматах, что-то вроде банкомата, выбрал язык, сунул купюру, он покажет курс и сумму, нажал кнопку, получил сначала бумажные купюры, потом монеты и чек, все просто, один такой автомат стоит по пути на пляж около суши бара Мики. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok